Всем привет! С вами Ренат и Руслан, и вы на канале Забуборщики! Сегодня мы отправляемся туда, откуда вы точно вернетесь другим человеком. Только вернуться бы еще отсюда. Друзья, сегодня мы отправляемся на неизведанную гору на поиски новых приключений и впечатлений. Присаживайтесь поудобнее, надевайте солнцезащитные очки. Вас ждет большой и очень красивый выпуск. Погнали! Гондар зовет на помощь, и Рохан явится! Я пришел на две минуты раньше, а он уже здесь сидит. Ты что так рано? Я не спал! Как всегда, я лучший информер! Вот это самый правильный настрой! Время 8.02. С машинами вышли в прохладную. Что-то прям очень холодно. Проверяем, тот ли это поворот, или реальная серия будет называться «Поворот не туда». Это тут поворот. Все, наш маршрут начинается вот с этого невзрачного поворота, а в душе поляна ТЭР. Короче, прямо в проходное ущелье, сюда ущелье Каскабас, к нам туда. Пока. А я пойду домой. Что тут как? Классно, свежо, труба, ребята, свежо. Град за 10, наверное. Что-то мы засиделись дома, уже оказывается осень. Я месяц не ходил в горы. Ты сходил, а я не сходил. Видим, нужен трек. Переходи на патриот. Время 8.05, высота 1500 метров, и мы начинаем наш суперсложный поход. Пошли, пошли. Псевдо-дружелюбные сапоги у нас встречают всегда. А издалека у нас лад, подойдет такая и начнет хвостиками. Там забора нет, чтобы вы понимали. Короче, ребята, вот эта вот штука, которая всегда росла во всех дворах, щелях, бетоне. Не поверите, что это такое. Мы ходим в горы не зря. Давай, сломаем мое детство. В общем, это цикория. Это то, что многие пьют. Не знаю, зачем это пьют. Ни фига не замена кофе. Прикиньте. Крайний раз мы должны были сходить в маму Алматинскую кругосветку. Начинать с Чумбулака и закончить все это в лесной сказке. Это сегодня надо сделать. А что-то пошло не так. А, подожди, это сегодня возвращение короля. Я вернулся после двухнедельного карантина. Я подцепил корону, надел на бошку и лежал. Король вернулся. Надеюсь, без короны. И сегодня мы должны были пойти в малую кругосветку. Подожди, мне кажется, ты запарил. Проверь обувь. Нет. Не наступил. Я наступил. Ты теперь сифак. Ну что? Мы когда ходили на комсомол, ты все время орал на меня. Чего я столько одежды взял? Ну-ка, покажи, что там. Если вы идете в поход и у вас нет с собой шапки, это не поход. Почему мы пошли сюда, хотите знать? А пойдем дальше узнаешь. Только ступили на тропу. Смотри, не наступить. Главное, что-то другое не наступили. Ступили на тропу и Иерус прочитал мои мысли. Я почувствовал наконец-то освобождение от этого города. Я месяц не был в горах. Это то, о чем я говорю в каждом походе. Перед походом мысли такие. А может не пойти? А может еще полежать? А может в другой раз? А может сегодня непогода будет? Как только окажется, здесь в горах или в лесу. Почувствуйте. Весь кайф. И помечу, что были неправы, если бы остались дома. Так что ходите в горы. Ух, вот это подъем. А еще я похудел. Идем 20 минут. Набрали по высоте 117 метров. Прошли всего километр. Будет стабильный. Такой вот крутой подъем. До самого верха. Так что это не получится. Изи поход, который планировали сегодня сделать. Будет довольно-таки сложный. Не для первого раза. Внизу бежит река. Это значит, что где-то дальше будет родник. Я надеюсь, мы его встретим и сможем там воду набрать. Мы с собой взяли достаточно воды. Но то, куда мы идем, там и не будет наверху. Поэтому лучше, чтобы у нас был запас. К тому же мы будем готовить сегодня. Что будем готовить, увидите позже. На Каскабас. Каскабас? Ага. Ну, а осторожно, там бывает собаки много. Собаки? Да. Дикие. А, дикие. И быстрее уезжал. Второй егерь говорит, что впереди есть дикие собаки. Но у нас для них есть сосиски. Разве дикие собаки? А лопай просто. Тибетские мастиевы сейчас там будут. Насчет этих собак мы слышали и в интернете писали о них. И егеря говорят, что там шакалы. Рус предложил воду набрать, я говорю, дальше будет. Дальше не будет. Я сразу вспомнил. Мега поход. Понимаешь, что даже возможности не будет. Она вот последняя. Там так и было. Идем дальше. Поход на грани. Чек. Вон труба. Видно, да? Да. А, точно, вон. Труба, которая на старую японскую дорогу ведет. Помните, говорили, что там собаки будут? Мне кажется, мы видим уже их. Значит, не охота уже туда идти. Посмотрите, какие огромные собаки. Вон, видите, большая черная появилась. Там за ней рыжие. Что делаем? Сурпузник делаем. Ой, ну это прямо Англия. Заборчики, тут все дела. А нам куда? Такой забор? Точно? Конечно. Ну там же чьи-то владения. Не-не-не, это от коров, чтобы они не убегали. Я снимаю. Возвращение короля. Корову. Возвращение коронованного. Я уже не заразный. Я надеюсь. А что ты между балок не пролез? Как обычно. Так, коровы, вы нас пропустите или будем стоять? В пределки дальше играть. Хаш, хаш. Хаш из тебя сейчас сделают. Хаш, хаш. По-татарски. Сейчас танцы будут. Все, она пропускает нас. Спасибо. Посох нашел. Какой? Это посох от двух сапок. Это посох. Извини, где? Я думал, в горах уже осень-осень. А здесь еще все зеленое, красиво. Еще можно ходить и ходить. Надо посмотреть, когда мы ходили на поляну Терра в прошлом году. Там уже золотая осень была. Ну, березки спереди уже желтой становятся. А, кстати, да, березки уже желтые. От этих фруктовых деревьев еще нет. План такой. План такой. Идем по ущелью Каскабас. До перевала одноименного. И потом поворачиваем налево от перевала. Если вдруг мы каким-то заклинанием вызовем потоп, то у нас есть плод. Я ждал этого предложения от труса. По шоколадке скушаем. Чтобы было полегче идти. Давайте мы не будем говорить, сколько мы идем. Просто в конце скажем, сколько прошли по времени и по расстоянию. Просто будем идти наслаждаться. Вы будете с нами. А у меня новая бутылка. А у меня очки новые, которые старые. И они чуть-чуть. Странно на мне сидят. Так. Сегодня опять большой выбор шоколада. Но у тебя его как всегда нет. Поэтому. На тебе банан. О, смотри. О, какая неправильная шоколадка. С первых укусов скулы свело. Уан-бой. Мусор, который мы принесли с собой, мы его выбираем с собой обратно в город. Смотрите все другу в рюкзак. В городе напоминаете. О, я нашел рог Гондора. Это артефакт. Он пойдет в статью на сайт. Вообще это... Ребята, это зов помощи. Кто там не верил, что это... Что властелин колец. Гондор зовет на помощь. По-настоящему все. Гондор зовет на помощь. И Рохан явится. Друзья, если вы еще не были на нашем сайте, забулгорщики.ком, обязательно переходите туда. Там много спама. Там много спама. Мы расписываем походы. Вставляем туда фотографии, интересные какие-то моменты. И есть идея туда вставлять отдельно статью все находки, которые мы нашли. Все артефакты, типа рога, рохана и других посохов и так далее. Это же вообще трэш такой будет. Столько информации. Знаете, что у меня есть? Что у тебя есть? Мы же все еще ищем этих хоббитов. Да. Все. Ребята, скажи друг и... Дверь откроется. Тут написано... Они мечтают. Крочи. Сейчас, по-моему, тут сель сойдет. Мы так не дойдем, блин. Все так хорошо начиналось, как обычно, шли быстро. Арбалет нашли. Ты очки свои, я думаю, как ты нацепил. Ровные очки. Че им нравится? Я нашел арбалет. Че он дает? Не знаю, при всем проблемам. Мне кажется, на шакалов не действует. Там город проклятых. Это лес Фангорн. Лес Фангорн на другом месте был. Друзья, если вам нравится наш канал, и вы хотите нас поддержать, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии и делитесь ссылкой со своими друзьями. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давно не было таких походов, потому что мы идем и просто ржем каждые пять шагов. Под всякой ерундой. Короче, поход будет надолго, поэтому берите с собой все вкусненькое и интересное. Ровные очки у меня? Задолбал. Камера не передается цело. Здесь очень красиво. Невероятно. Новые ущелья, новые ощущения. Очки нормально сидят. Я сейчас мотну головой, у меня голова растет. Нормально сидят. Удобно? Нет. Че ты врешь? Куда-сюда. Перед тем, как идти в какой-то поход, мы изучаем маршруты на разных сайтах, из разных источников. И вот. Вот здесь должен был стоять вагончик, от которого нам надо было уходить налево. Ну, как видите, вагончика нет, но... Я вижу дверь от вагончика. Поэтому внимательно изучайте маршрут. Любые фотографии, которые там есть. Потому что на тропе может все измениться. На нашем сайте у вас есть GPS-трек. И нет проблем. Чтобы вы понимали, в целом, какой здесь уклон. Посмотрите просто на вот этот подъем, он точно такой же. Вот он сделал пять шагов вперед. И ты идешь, и пятки не касаются пола на носочек. Мы должны были сегодня пойти в малую кругосветку. Начать с Чумбулака и дойти до лесной сказки. Чуть пропасть не улетел, пока я разговаривал. Мы... Посмотрите, он идет еще и девяхину подкидывает ватноги. Ну, друг, красавчик. Рип, потом расскажешь, что... Маскать. Слышь. Прямо на тропе растет. Насть, верно, идем. Вижу поляну. Пойдем быстрее. Что это за посох? Это 25 к ловкости. Он пойдет в музей-заплублярщика. Несмотря на то, что это ущелье не такое популярное, вот, пожалуйста, черной мусор, ставь пакет. Было ощущение, что кто-то на нас смотрит. Такое место, это поразительно тихо было. Постояли, послушали, и тут дятел застучал. Слушайте. Не видно, наверное, вот там белочка. Вот здесь они не такие, как в городе. Они вряд ли подойдут к человеку. Но, короче, если вы их увидите, оставьте их в покое, не надо их шугать. Стараемся идти максимально тихо. Ну, не как вначале. Чтобы не пугать дятла в этом лесу. Вот тут только что белки были. Эко-туризм, ребята. Что ты нюхаешь? Тушится. Забирать будем. Соберем чуть-чуть. Ну-ка-па. Нас приветствует природа. Говорит, слава богу, вы пришли. А может, тут наоборот, мужики, валите отсюда? В днём не стоит угодяться, не стоит пропеть, а лучше эту песку вместе пропеть. Котопёс. Котопёс. Единственный в мире водный котопёс. Очень-очень красивые места. Ребята, если вы всё ещё ходите на Медел, на Чумблак, на Горельник, Посмотрите наши походы, сходите в какие-нибудь другие места. Что налево? Дерево как-то было. Свежее дерево упало. Тропу перегородили огромные ели. Сейчас будем их облазить прямо по тропяне расположены. Нам прямо вот туда. Сейчас будем вон там перелазить. И вон там дерево упало. Такой вот здесь бурелом. А вот кости. Мы в правильном направлении. Держитесь, хоббицы. Смотрите, вообще. Раз дерево и два дерева. Две огромных ели упало. Вот непонятно. Друзья, как думаете, из-за чего упали эти ели? Что могло такую махину свалить? Не похоже, что их пилили. Если бы здесь был сильный ветер, то скорее всего другие деревья, которые поменьше, тоже бы попадали. И мы переходим в невероятно красивый березовый лесок. Смотрите, какая красота. Пропритое место. Мы вот этот небольшой отрезок от бурелома до вот этого леса полчаса уже идем, наверное. Таймлапсы снимали. По батончику заживали. Наконец-то входим в лес. Когда лес закончится, мы уже будем подходить к перевалу, к Аскабасу. С того перевала нужно уйти в соседнее ущелье Каргалинское. Это дикое-дикое ущелье. Смотри, какой там газончик красивый. Прям выделяется на фоне леса. Просто будто здесь газонокосилкой косили. Отсюда уходит тропа на Волчью гору. Вот так. Здесь все какое-то маленькое, да, все близко так. Непривычно. Скоро мы в всех прилавках больше с того. Все хотят. Субтитры создавал DimaTorzok Это эко-продукт деревянный. Тут бык меня напрягает. Кашляет, как человек. I'm coming home. Coming home. Tell the world that I'm coming home. Просто домой. Дилемма. Здесь три пути, как можно подняться на перевал. Пойти в лоб. Это самый короткий путь, но самый сложный. Обойти вот этот лес с правой стороны. Это не такой сложный, но там может тропы не быть вообще. Или вернуться на гребень. Вот так вот. И уже по гребню пойти на перевал. Это самый долгий, но самый легкий путь. Вон туда нам надо идти. Окей. Просто мешаешь. Тебе на кухне надо работать, будешь мешать там. Всем. Решили пойти сквозь лес. Вот здесь вот тропа. И прям по вот этому чернохвойному лесу пойдем. Туда. Опа. Вот набираем здесь воду. У нас есть фильтр специальный, который очищает любую подозрительную воду. С креветками, с рачками. У нас есть заклинания, которые делают чистые. Точно. Фильтра нет, есть заклинания. О, здесь даже все предусмотрено. здесь труба. Здесь удобно набирать воду. Вот такая труба здесь. Супер. Так, ну, мы оставим отметку на карте, где будет родник. Даже бутылочка есть. Даже вон, стаканчики есть стеклянные. И вороны есть. У тебя есть на запаху? Да. По десятибалльной шкале вода здесь холодная на прям на 12. Руки скрипят. закончилась бы у тебя вода. Да, вода это жизнь. Я только хотел сказать, что... А у меня фильтры. Куда ты вот без меня? Не пожрать мне взял с собой, не попить. Я тебя взял с собой. А я нашел малину. И это плохой знак. Но тут ее не так много. Кто смотрел выпуск с Борового, с похода на Синюху, вот там был куст малины. Сумасшедше просто. А здесь так. Ну, ничего. Вкусная, сладкая. Вот шиповник растет рядом. Кстати, тоже можно попробовать. Шиповник, это вкус розы, знаешь? Ты знаешь, что такое? Каркаде. Это тоже роза. Другие. Я вообще... Просто иногда такие штуки находишь. Вроде часто с ними сталкиваешься, не знаешь, что это такое, а потом, на тебе, ну вот как цикорий. Цикорий, да. Теперь все знают, как цикорий выглядит. Километр. Да, родник остался здесь. Вот здесь тропа ушла на гребень, а чуть выше идет тропа в лес. Мы идем по ней. Нам вон туда надо. Вообще нам вон туда. Мы этот лес обходим. А вон там как жалял. Вот тут хотел сказать. Отсюда даже телевышку видно. Вон она. Я скажу, обедать хочется. Да. Плотненько прям. И снова третье сентября. Ну почему, ну почему Расстаться все же нам пришлось. И было все у нас всерьез. Второго сентября. Ух ты, миленький. Все. В крапивник зашли. В крапивник. В крапивник. Тут крапива цветет. Смотри, как интересно. Вот так вот. Вот так вот. Француз. Уи. Здравствуй. Только заговорили о грибах. Грибочек. Смотрите, какой красивый, красивый. Здесь красиво светит солнце. И мы решили зайти в этот лес. Показать его. Сильно-сильно пахнет грибами. Точно есть грузди. Как дела? Как будто в Швейцарии. Тут коровки с колокольчиками. О, я нашел такой же. О, еще один рус. Вот они здесь все. Вот один. Вот второй. Не зря тут грибами пахнет. Коровы, барашки, конечно, удивительные животные. Они весь день жуют. В редкие моменты только они ложатся. Все, ребята, давайте. Оставляем вас за главных. Мы уже выше японской дороги поднялись. Вот она. А там набор 500 метров. Здесь еще одна поляна. Очень красивая. Нереально красивые места. Идем мы туда. Там сейчас будет между леси. Между ними пойдем на перевал. Вот он гребень. Если бы мы ушли направо, мы бы уже по гребню шли. Вот это самый долгий путь. Так что мы бы шли где-то там, наверное, еще. Здесь тропа чуть-чуть выравнивается. И травы поменьше. Крапивы нет. И коров нет. Краповник. Краповник. Есть клоповник. Это краповник. Крапивы и коровы. Два в одном. Красивая коряга. Сиджак. Вот и настал момент, когда привалы становятся дольше. А идем мы все медленней. Еду все съели. Ну, почти все съели. Продолжаем двигаться или нет? Конечно, да. Это был не вопрос. Дикие места. И что самое интересное, отсюда видно наш дом. Вон она, Алматы. Вон телевышка. Самал. Алматы очень клевый город. Если бы он еще был чистый и с добрыми людьми. Мечта. Это не люди такие, это жизнь такая. Нам идти в другую сторону, но мы с Русом не удержались. Решили посмотреть, какой вид открывается с гребня. Мы идем вот рядом с ним. Вау. Вау. Ну, вот там прям красиво. Красиво. Красиво, да. Офигеть. Красота. Если бы мы пошли прямо от поляны, то сейчас поднимались бы вот здесь, по вот этому крутому подъему. И умерли бы там. Бестропиночный подъем. А так как нам сейчас идет? В тонусе. Да. Постоянно. Подъем держим в тонусе конкретно. На камере непонятно, конечно. Вот здесь подъем градусов 30. И мы окажемся на перевале. Можно обойти этот лес слева. Там еще хуже подъем. Или по гребне справа. Но там бурелом, завалы. Туда лучше не ссуваться. Идем в лоб. И оказываемся на перевале. Каскабас. Отсюда открывается вид на пик Терешковый. И на пик Кумбель. И три брата. С другой стороны. С обратной стороны капец. Необычно, да? И вон там как уже лял. Прикольно. Необычный вид. Высоко сижу. Далеко гляжу. Вот это Волчья гора. Мы уже выше нее. Город сильно-сильно затянут смогом. Такая картина будет продолжаться еще 9 месяцев. До конца отопительного сезона. До середины весны, наверное. Давай перевезете ТЭЦ на газ. Зачем? Частный сектор. Зачем? Дышать нечем. Мне нужно чистый воздух. А вот здесь это гнездо. Мышиное. Это наш самый сложный участок. Но, блин, какой же кайф. Здесь как красиво. Все. Вот он, перевал. Вот он. Отсюда открывается классный вид на пик Комсомола. Это Орджоникидзе. Партизан. А, это Моншок Маметовый. Партизан. Город видно просто как на ладони. Это Волчья гора, куда мы спустимся. Рус, тебя спросят, ты на Волчью гору поднимался? А ты скажешь, нет, я спускался на нее. Вот Экимат города Алматы. Чтобы подышать свежим воздухом, нам приходится подниматься на высоту 2500 метров. У нас очень мощные горы. А те, кто их не уважает, получат по жопе. Все, идем на перевал. Вот так вот по диагонали. По самой траве. Так как тропы здесь нет. Мы разделились. Я вышел на тропу. Жир! Ну пойдем, не стесняйся. Вау! Вау, 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 вау! Хай-фай! Еее! Вот это вид. Вот это Каменский пик. Да. Ровная-ровная полоса грязи и ближе к горам она уже поднимается. Да, задувает ее. Сейчас пойдем вот сюда вот, погребнем. Это Каменский пик. Рядом с ним Каргалинский пик. Две одинаковые горы. Их с города очень хорошо видно. Там мы не знаем, что. Предстоит изучить. Это Каргалинское ущелье. Полностью все заросшее лесом густым с этой стороны. Там какие-то неприступные скалы, обвалы. Там река шумит. Красота, конечно, здесь. Дикие места. Набрали по высоте 992 метра. Прошли 5 часов 20 минут. 8 километров 350 метров. Пульс 77 километров в гору набрали. Отсюда видно весь маршрут японской дороги. И вон видно место, где мы прятали клад. Ага, здесь. Это очень непопулярный маршрут. Здесь нет таких явных троп. Нет указателей. Все как мы любим, в общем. И заметьте, какая погода сегодня. Ни одного облачка в небе. Нигде. Да, мы кафе не снимаем вообще. Дождя не будет. Да, смотрите, какой смог. Город затянут плотно. Сейчас будет крутой подъем. И решили перед этим подъемом сделать небольшой привальчик. Скушать по батончику. Самым красивым видом место нашли. Тут и горы, и город, и скалы. И Галинском ущелье. Красота. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Просто посмотрите на этого красавца. Их и второй. В городе ты замечаешь мелкие проблемы. Но с гор ты видишь его в общую беду. В космосе. С нами память сидит, устала. А в руке ее пламя свечи. Ты такой хорошей, Белла, посмотри на меня. Не молчи. Крики чайки на белой стене. Окольцованы черной луной. Нарисуй что-нибудь на тне. И шепни на прощанье рекой. Это все, что останется после меня. Это все, что возьму я с собой. А ты вместе с нами пой. Так ровно? Ну так нормально, да? Мы почти на вершине. Я уже вижу вершину. Я уже бобтавит. Хуй уже. Да, рус уже бобтавит. Уже в голове музыка из роки играет. Это бобтавит сейчас возьмет меня за хуй. Пойдет в какую-нибудь лезь. Просто в пропасть уйдете. Ну это космос, конечно. Это, ребята, космос. Орлы уже ниже нас летают. Смотри, как летутся. Река такая шумная. Раньше когда-то конец, чтобы доставить письмо, он около 40 дней фигачил. Бедолага. А потом нес назад две галочки, что доставлено. Ну не проще, но... Ребята, смотрите, какая красота. Там поляна Тера. Алешкин мост. Вот здесь какая-то нереальная скала. Это большой Алматинский пик. Это пик турист. Вот это Каргалинский пик. Вот это пила. Вот это Каменский пик. Все видно отсюда. Чуть выше сейчас еще поднимемся. Покушаем наконец-то. Да! Еее! Это стоит того. Стоит всех вот этих мучений. 1200 метров по высоте набрали. Эмоции невероятные. После такой титанической работы, увидев, что осталось совсем чуть-чуть, и оттуда прям открывается ништяк. Такой прилив сил. Короче, мы идем на вершину Каскабас. Ну, попытаемся дойти. Успех командной работы Это в нежелании Подвести своих Боевых товарищей Это Желание достичь общей цели И обязательно поддержка Да? Дождя не будет Дождя не будет Сегодня Руссо прям Распирает на умные мысли Да С горами нельзя бороться Горы надо уважать И тогда они покорятся Пик карнизный Красавец Опасный Я иду всю дорогу Я вижу все эти горы Весь путь Но только здесь понимаешь Какие они на самом деле Последние метров 50 по высоте Это вершина Каскабас Ренат уже рассказывал Про Эдельвейсы Это невероятно сильные Выносливые И очень красивые цветы Вот они Последние метры Да Есть 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 Мало кто слышал об этой горе Кто ее видел со стороны Думает Там ничего интересного нет Ну блин посмотрите Там вообще неприступные скалы какие-то Там пропасть Там сыпуха Сейчас мы это покажем все на дроне Выше можно уйти Там пики Категорийные уже Если уйти в сторону космостанции, там не доходя, будет поляна Терра, можно спуститься на поляну Терры и потом уйти вниз от проходного ущелья. Точно не для первого раза. Но не для первого раза. Убор высоты почти полтора километра. Смотрите, где он растет один. Этот чувак знает свое дело. Респект тебе. Не забывайте, что еще предстоит спускаться. Столько же. Все, да, выше уже некуда. Дальше уже спуск и начинается подъем на Каргалинский пик. Что может быть лучше обеда в горах? Правильно, обед с другом. Вы когда-нибудь обедали на высоте выше полета самолета? Как будто не долетит сейчас. Снова тот момент, когда мы должны уже спускаться, идти, бежать вниз, чтобы успеть до темна. Что-то пошло не так. Что-то пошло не так. Еще даже не золотой час. Здесь так красиво, ребята, смотрите. Хорошо, мы все-таки выше поднялись. Если бы не сделали, то мы бы не увидели. Я не знаю, как это назвать. Это какие-то кораллы, рога. Это удивительно, уникальное место. Приходи смотреть на красоту. Но береги ее для следующих покровов. Да. Кто сюда придет, пожалуйста, не ломайте здесь ничего. Как мы в подкасте сказали, что самый красивый поход, как правило, это наш самый крайний поход, куда мы в прошлый раз ходили. Так и получается. Вот это самый красивый поход. У нас не бывает некрасивых походов. Неплохой погоды. В каждом ущелье ущелья существуют зашибенные ништяки. Все, пора бежать. Собираем манатки. И нам нужно попасть вон где-то телебашня. А она так далеко. Друзья, это рубрика Клад. В этом выпуске вам нужно будет подняться в это красивое место за горой Каскабас. Записать нам видео привет на фоне вот этих вот деревьев нереально красивых. И тогда мы вам лично в руки передадим клад, если вы будете в Алма-Ате. Мы также поздравляем тех, кто нашел прошлый клад на горе Синюха в Боровом. Вы молодцы, вы супер. Тот момент, когда приключение достигло своего апогея и пора возвращаться домой. Это немножко грустный момент, но без этого не будет новых приключений. Поэтому оставайтесь на канале, ждите новых видео, подписывайтесь, комментируйте, рассылайте. И я пошел кушать. Стой! 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 Бить шпармак! Напоминает Кумбель. Кто помнит мега поход? Понимаете, да, что походы в горы ничем у нас не учат? Короче, ребята, смотрите. Вот это не Каскабас. Вот это Каскабас. Поэтому вы не перепутайте его. Как только вы дойдете до вот этой горы и у вас появится ощущение того, что вы сделали. Нет, это не то. Вам надо вон туда. Гранитная гора. Но это очень круто. Это невероятная красота. Стоит того. Это прям вот игра стоит свеч. ВОСТРАНДУР 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы дружите со своим лучшим другом И как часто куда-то с ним отправлялись На что-то подписывались Делали невероятные всякие вещи Вот я с ним дружу уже 27 год Потому что это одигеть как классно 27 лет Пару слов хотелось бы сказать тем, кто ждет нас дома Вы нас простите, что мы задерживаемся Потому что покинуть это место просто так невозможно Тут есть что-то, что каждый раз заставляет остановиться Оглядеться и иногда задуматься Высота почти 3000 метров Ни одного облака и панорама на 360 градусов Иногда самая ненужная вещь Может пригодиться в самый неподходящий момент Может спасти вам жизнь Палки Тут очень опасный склон Просто покатишься, не остановишься Это максимальное ускорение Главное не поймать шапкат Что? Сложнее подниматься или спускаться? Подниматься Я думал, что подниматься сложнее Но это не точно Вот идем мы с тех дальних краев А надо нам вот сюда И путь предстоит, ой какой неблизкий После двух недель заточения Прям полнейшего заточения в доме Вот этот выход Тем более на природу Он как просто невероятный глоток Слежайшего воздуха Это такое освобождение Такие эмоции Такие долгожданные впечатления Короче, кайфуйте Деревые деревья М altogether Кайфуйте М igл Миг 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 Мег Миг итак мы встретили опять же двух егерей нам сказали проще всего идти так и потом сворачивать направо вниз пришедшим путем короче как мы пришли сюда да кстати по гребню то мы спустимся на перевал из него тоже надо вниз уходить по времени дольше все прощаемся солнцем увидимся только завтра потому-то и понятно моряка что такое океан любви этим смелым парням и беда не беда путеводная им помогает звезда любите девушки простых романтика отважных летчиков и моряков бросайте девушки домашних мальчиков не стоит им дарить свою любовь очертил на синем небе я тебя люблю любите девушки простых романтика отважных летчиков из-за булгорщиков девушки домашних мальчиков не стоит им дарить свою любовь зачем за бугорщиком тропах когда есть направление вот так мы идем срезаем углы могли пойти по длинному но более легкому пути вот так мы сократим дорогу выйдем туда куда нам нужно два раза быстрее но это не точно ты где был курятники был не видно что есть по мне пух везде пух мы спускаемся спускаемся спустя не кончается уже без разницы как идти по крапиве по паукам по колючкам по продуктам жизнедеятельности коров потому что ноги уже ну пятки отказывают но мы не отчаиваемся потому что кто мы поняли пол седьмого вечера мы наконец вышли к роднику которого набирали воду короче самая сложная часть пути пройдена идем уже десять с половиной часов ну что самое интересное в этом походе я допустим одежду общение менял я не комфортно было в этой одежде с самого утра до вечера когда такое бывает осенью офигительно вообще шикарный поход но что знает что еще впереди нас ждет поэтому еще не дошли ну коровы ну конечно встали бы здесь смотрите какие ушки у нее милые вообще красавица не это тоже да не все красивые короче препятствия тут образовалась коровы ладно они не страшно у тебя два жеребца стоят прям на тропе и бодаются да кусается мы решили сейчас обойти в брод и вот так вот поверху забор пройти и выйти за лошадьми кто скажет что мы лошадей боимся тот будет прав смотри не кусается нам сейчас снова попался егерь на лошади говорит а что вы обходили этих жеребцов они же наоборот людей боятся я спрашиваю а что они бы отошли если бы мы подошли к нему конечно ну я не знаю нам может с русом как городским это непривычно не охота чтоб тебя легнула лошадь чувствуется где-то может мы зря боимся их объясните в комментариях горят горы тушить пойдем прошли 19 километров за одиннадцать с половиной часов такой серьезный поход получился все успеется в сфере